Друзья, всем привет! Хочу вам рассказать про моего батю, про отца. Я иду сейчас на могилку Батю на кладбище. Вот он, его могилка. Умер он молодым, 41 и 42 года, по-моему, было. Да, 42. Смотрите, молодой совсем. Как рано ты ушел, как гордо бесконечно и в наших лицах и сердцах останешься ты вечно. Отличный человек был, батя мой. Умер он в 2000 году, я в армии был. Меня вызвали с армии, брата моего тоже. Мы приехали, с армии приехали. Можно сказать, умер на моих глазах. Рак желудка у него, последняя стадия, четвертая. Метастазы пошли по позвоночнику, как бы надежды уже на вылечение не было. Запустил он с этим строительством дома. Все терпел, терпел. Думает, вот, сейчас, типа, сыновья придут с армии, начну лечение. Вот, и дотерпелся. Нельзя терпеть, надо лечить сразу это все. А, батя, ну, я вот ходил у него, тут-то недавно травку порвал, вырвал, тут он уже ходил. Собаки тут разрыли, что ли, блин, все опять. Зименьку. Батю помним, любим. Надо цветочки купить, сюда поставить, кстати. Так. Ну что, батя. Батю здесь знали, кстати, очень многие. Он работал тут водителем, ну, последнее время водителем маршрута Черткова, по Черткову возил рейсовый автобус. Его многие знали. Когда он умер с Федоровки, аж оттуда, сколько там, километра два или три, шли, похоронная процессия шла, собралось очень много народу, очень, его практически все. С каждого двора идем, и с каждого двора прибавляется людей. Все его шли провожать, потому что все его знали, все его только с лучшей стороны. Ну, отличный человек, никогда ни с кем не ругался, ну, не знаю, вообще золото. Человек, человек воспитал таких сын, два сына, дочку. Кстати, я нашел дембельский альбом его, я постараюсь видео снять, отправить его, ну, сделать видео, постараюсь его выложить. Интересный дембельский альбом у него, еще в те годы, я не знаю, я и то не делал, а он еще в те годы и сделал интересный канал. Ну, батя, не зря, увлекался фотографией, я его негативы оцифровал, когда в Анапе я жил. Часть негативов, вот, которые ко мне в руки попали, они увековечены, можно сказать, сохранятся. Вот, и дембельский альбом, я его тоже увековечу. Отличный человек. Ну, тут уже столик, я не знаю, кто-то идут в шутку, что ли, кто-то брат, что ли, дядька, зарезервировал. Многие так делают, он вон там, столики ставят, потом хоронят рядом. Да, тут он прибрались, я туда был, здесь вот еще трава росла, кто-то уже прибрался. Травку покосили. Все, батя, я приду к тебе еще. Помню, люблю, чту. Еще его работа, подсвечники, он токарем был у нас, подсвечники делал. Такие подсвечники, что нигде их и не купишь, авторские, можно сказать. Один из них я заберу, самый такой ценный, к себе. Я его отполирую, он немножко там, бронзовый, короче, подсвечник, резной. Все это он делал своими руками. Сейчас, наверное, приеду к Андрею, там у него сержавейки подсвечники есть. У матери подсвечник с дерева такого, как же он называется там, не помню. Ну, короче, плотное дерево такое, искусственное. Не искусственное, натуральное, но оно такое плотное, я не знаю, как он называется. Ну, тоже подсвечник есть, очень красивый. Он много делал там, дарил матери своей, сестре там, еще кому-то. Короче, человек мастер на все руки. От кого-то все и, в принципе, пошло. Я такой же, весь в него пошел. Копия, вы видели по фотографии? Вот, и сейчас посмотрите фотографию. Вот, видите, фотография моя. Ну, я молодой, конечно. И батина, тоже в молодости. Видите, вот одно лицо, копия, один в один. Вот, как бы, я пошел в него. И умом, еще. А брат, брат тоже, в принципе, такой же, но он, как бы, более, вот я более схож с отцом, получается. Больше его генов в меня перешло. Так, ну, сейчас я вам еще проеду, покажу училище, где я учился. Так, вот, друзья, купил бате цветочки на могилку от меня, батя тебе. А то тебе ничто не ставит свеженьких. Мой сын пришел, тебе поставил. Все, батя, давай я еще приду. Вот она, Калашникова Любовь Петровна. Любовь Петровна. Мама, батя. Там какого она умерла? Да, покажу. 4-го, 07-го, 15-го. И сегодня 3-го вот где-нибудь. И где-то рядом будет здесь вот дед. А это прабабушка, да, моя? Вот здесь моя, по-моему, да. Она мать на нее и похожа. Где-то Николорыч рядом будет. Где-то, не знаю, тоже где-то Николорыч. Рядом где-то? Ну, где-то будет, дядя Ваня. Там недалеко, вон там дядя Ваня по-корому. Угу. Зуба. Вот. Ну, кто-то, где-то цветочка только. Это ж она, когда мы это самое пришли к матери, сидели, что-то не помню. Да, да, да. И она так на меня смотрит. Да, она. Она? Она. Рожочки засохнут. Наташа приедет, все равно накладка сижу.